Добрый вечер. Изменилось налогообложение на имущество физических лиц. Налоги на недвижимость теперь будем платить исходя из их кадастровой стоимости. Как изменятся налоговые ставки, на что нацелена эта реформа, кого она коснется и что нас ожидает. Вопросов у этой темы великое множество и ответом на них посвятим сегодняшнюю ток-шоу «Через край» в студии Сергей Кожанов. Прежде чем представить гостей студии, напомню, что традиционно работает колл-центр и сегодня мы предлагаем вам ответить на вопрос «Вы знаете кадастровую стоимость своей недвижимости?» Вот варианты ответов. Да, я слежу за своей собственностью. Нет, но узнаю. У меня нет недвижимости. И последний вариант. Вообще о чем речь? Напомню о том, что работает телефон, прямой телефон в прямом эфире, опять же, его номер 274-11-14. Пожалуйста, звоните нам в студию, отвечайте на эти вопросы и, собственно, можете звонить и по этой теме задавать любые вопросы. Гости программы, я думаю, что ответят на любой ваш вопрос. Кроме того, пишите нам в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну, теперь, собственно говоря, представлю гостей студии. Я думаю, что с их помощью мы получим ответы на все вопросы, потому что вот лично для меня тема очень сложная, во многом непонятная. Я думаю, что и вы у меня с вами, с телезрителями, в этом плане очень много общего сегодня, во всяком случае. Итак, сегодня в студии начальник отдела кадастровой оценки Департамента имущественных отношений Краснодарского края Вадим Олегович Лабутин. Андрей Иванович Власенко, заместитель директора филиала Федеральной кадрастровой палаты по Краснодарскому краю. Шашкова Анна Васильевна, заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Краснодарскому краю. И Серенка Вера Григорьевна, директор бухгалтерской фирмы Кубань Партнер. Здорово. Добрый вечер всем. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Думаю, что сегодняшняя встреча будет полезна всем нам. Итак, давайте начнем все-таки с главного вопроса изменения в налогообложении на имущество физлиц и, собственно говоря, что в этом плане нас ожидает, что нового. Вадим Олегович, я прошу вас первым включиться в разговор. Добрый вечер еще раз. В апреле 2016 года был принят ряд законов. Почему говорю ряд? Потому что он касается в принципе даже не только физлиц, но и юрлиц. Но в том числе был принят закон по налогу на имущество физлиц, которое предусматривает переход на исчисление налогов на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости 1 января 2017 года. Если раньше мы платили от инвентаризационной стоимости, все налоги исчислялись. В настоящее время расчет налогов происходит, исходя из кадастровой стоимости. Вот скажите, пожалуйста, на что нацелена эта реформа и кого она коснется? Она коснется практически всех собственников объекта недвижимости. Инвентаризационная стоимость не всегда отражала рыночные показатели, когда строя все-таки более приближена к рынку. Поэтому здесь где-то, наверное, элемент, стараемся учесть, справедливого налогообложения. Но опять-таки нельзя не учитывать изменения в налоговом законодательстве. Все-таки налоговый кодекс поменялся, а налоговым кодексом пересмотрен переход на исчисление от кадастровой стоимости. Вот этот переход на исчисление по кадастровой стоимости, он-то, собственно говоря, уже около двух лет внедряется в разных регионах России. И вот Краснодарский край подошел к этому только сейчас. Почему с такой задержкой? Ну, здесь много факторов. Наверное, хотели посмотреть, кто как будет ошибаться и потом, чтобы не наступать на эти же грабли. Возможно, да. В том числе долго обсуждался вопрос о размере ставок налога на имущество. Так же, как и физлиц, так и юрилец. Все-таки постарались максимально провести анализ, чтобы этот переход не был чересчур болезненен, чтобы он не ударил по бюджетам граждан. Понятно. Вот Анна Васильевна Шишкова, которая представляет дел налогообложения имущества и доходов из лиц, я хочу адресовать вот такой вопрос. Какие предусмотрены налоговые ставки? Ну, налоговые ставки принимаются у нас на территории Краснодарского края муниципальными образованиями, на территории всей Российской Федерации. Данные как бы варьируются у нас до 2%. Принятые уже, в принципе, всеми муниципальными образованиями ставки, их можно посмотреть на официальном сайте налог.ру и в том же, как бы, ну и попробовать рассчитать от кадастровой стоимости новый налог самостоятельно, исходя уже из принятых налоговых ставок, и зная свою площадь и кадастровую стоимость объекта недвижимости. А когда мы получим уведомление вот с новой суммой налога, когда будут рассылаться, и когда мы станем понимать, что мы платить-то будем, в общем, немалые суммы, да? О них мы поговорим позже. Вот сейчас, когда этих писем сейчас и ждать-то? Ну, как сказал коллега, принят закон у нас от исчисления, от кадастровой стоимости мы исчислять будем с 1 января 2017 года. Физические лица у нас платят налог по исходя из предыдущего налогового периода. То бишь, сейчас мы получаем уведомления за 2016 год, а за 2017 год мы получим в 2018 году, уже исходя, как бы, ну, по новой, от кадастровой стоимости. А вот скажите, пожалуйста, наверное, изучался опыт регионов, которые вводили вот эту систему раньше нас, и какие, с какими столкнулись проблемами в этой истории? Вот есть ли такая информация? Какие главные, какие здесь подводные камни? В чем, может быть, ошибки есть? Что, какой полезный опыт других регионов налоговики Краснодарского края берут на вооружение? Ну, сложно говорить об ошибках, потому как, ну, статистические данные мы, как бы, не совсем владеем. Но, конкретно, например, ну, положительный опыт, это, конечно же, работа с муниципальными органами по своевременному применению, как бы, налоговых ставок и предусмотрение налоговых льгот налогоплательщикам. Мы, как бы, в принципе, это основные параметры, влияющие на исчисление налога именно физических лиц, а их, как бы, ну, больше, почти, фактически все граждане мы являемся плательщиками, если имеем в собственности имущество. Ну, в общем-то, пользоваться сервисами здесь нельзя, как бы, просто, ну, ждать следующего года, то есть пользоваться, как бы, налогово предоставило очень удобные инструменты для расчета сейчас этих налогов. Это пробный расчет, допустим, плюс плательщики, если имеют доступ к интернет-сервису личный кабинет налогоплательщика, где отображается, в принципе, вся их история об объектах, они также могут уточнить данные, ну, как бы, используя данный сервис, оставив там сообщение, которое автоматически получит налоговый орган. Если там требуется уточнить данные, характеристики объектов, либо они не учтены, они также могут письменное обращение оставить. То есть, в принципе, как бы, в данный момент, да, сервисы... А скажите, пожалуйста, вот давайте поговорим о критериях, которыми руководствовались, когда принимали вот новую налоговую ставку в муниципалитетах. Они, в принципе, одинаковые для всех городов, районов? Или есть там разница? Нет, муниципальные, это больше вопрос, конечно, к муниципальным, как бы, не к налоговой. Мы уже являемся, как бы, пользователем данных. Поэтому критериями, какими они пользовались, я не могу сказать. Но, может быть, Вадим Олегович на этот вопрос ответит, поскольку он, весь край у него на виду. Да, больше, конечно, профессии, которые занимаются. Давайте здесь дополню, что, ну, прежде всего, предельные ставки налогов, они установлены налоговым кодексом. Это 0,3% от кадастровой стоимости в отношении жилых помещений, квартир, машиномест, гаражей. И полпроцента в отношении прочих объектов. Когда говорили о внедрении, даже настоящий момент, когда еще уже утверждены многие ставки по муниципальным образованиям, всем органам местного самоуправления, ну, рекомендовалось воспользоваться прекрасным инструментом, который предоставляет налоговая инспекция, для того, чтобы проанализировать ту налоговую нагрузку, которая будет у граждан, чтобы не было высокого роста. И во многих муниципальных образованиях ставки установлены гораздо ниже тех предельных значений, которые предусмотрены налоговым кодексом. Да и сами эти предельные ставки, они гораздо ниже, чем те, которые были ранее, на основании которых исчислялся налог от инвентаризационной стоимости по-старому. Скажем так, потому что кадастровая, конечно, стоимость, она гораздо выше инвентаризационной. Но это не единственный, так сказать, положительный момент в налоговом кодексе, который был предусмотрен для того, чтобы не допустить большой рост нагрузки. Также предусмотрен переходный период, пятилетний, по которому будет постепенное увеличение нереста. То есть мы постепенно будем переходить к исчислению от полной стоимости, то есть к кадастровой, то есть полную нагрузку. Налогоплательщики ощутят только в нашем случае, то есть в нашем регионе, в 2022 году. То есть постепенно будет увеличение 20% предусмотрено налоговым кодексом. И в данный период мы получим как бы в следующем году маленькую. Ну и каждый год будет на 20% стоимость увеличиваться. Увеличение стоимости – это дополнительное поступление в казну региона. Эту тему хорошо знают финансисты. И сейчас к нам в прямом эфире присоединяется Эдуард Ерин, начальник отдела Министерства финансов Краснорского края. Эдуард Альбертович, добрый вечер. Нас слышно? Добрый вечер. Пожалуйста, свою точку зрения, с точки зрения финансиста на эти нововведения озвучите. Ну, точка зрения какая? Здесь, в общем-то, эти новации, можно сказать, налоговом законодательстве, они более социальной направленности. Поясню, в чем здесь социальная направленность. Вот, допустим, когда было налогоблажение от инфляционной стоимости, стоимость объекта аналогичного. В различных городах она была одинаковая. Соответственно, и налоговая нагрузка была одинаковая. Здесь от кадастровой стоимости. А кадастровая стоимость, она все-таки ближе, гораздо ближе, чем инфляционная крыночная стоимость. И, соответственно, более дорогое имущество будет облагаться большим налогом. И, в том числе, предусмотрены льготы в виде вычетов для различных объектов имущества. Они тоже, соответственно, защитить незащищенные слои населения, малообеспеченные. Это 20 квадратных метров вычет на квартиру, 50 квадратных метров на жилое самовладение, ну и на комнату 10 квадратных метров. Вот так вот, если коротко. Спасибо. Спасибо большое за то, что нашли время, включились в наш разговор. Я хочу, чтобы тему обсуждаемую продолжил Андрей Иванович Власенко. Он заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты. Какие процессы происходят сейчас в кадастровой палате? Я так понимаю, что работы прибавилось в разы на сегодня. Да? Ну, поскольку сведения о кадастровой стоимости на объекты капитального строительства были определены не сегодня, в этом направлении работа никак у кадастровой палаты не изменилась. То, что касается изменения от инвентаризационной стоимости и кадастровой, да, она ближе к рыночной, но зачастую граждане жалуются, поскольку она зачастую слишком высокая от рыночной. Рыночная, как вы понимаете, кризис, перемены в обществе, изменения какие-нибудь жизненные, и рыночная стоимость может как выше, ниже. Кадастровая была определена не реже, чем пять лет, и не меняется на протяжении этого времени. Ну, если вы, конечно, не оспорили эти результаты в комиссии. Вот, и многие граждане недоумывали, писали жалобы, письма с вопросом, да вы купите у меня за эту сумму. Ну, все должны понимать, что это не кадастровая палата определяла, и не налоговая определяла эту кадастровую стоимость. Была проведена краем работа по установлению удельных показателей и определению кадастровой стоимости. И вытверждены соответствующим распоряжением губернатора об установлении кадастровой оценки. Эти сведения были внесены в кадастровую, в сведения о кадастре, и направлены, соответственно, в налоговую. Вопрос также возникает в удельных показателях. Чем выше, тем, соответственно, больше налог. Смотрите сайт налог.ру, узнаете, сколько будем платить. Сегодня будет самая большая посещаемость сайта В Краснодарском крае и Ростовской области 2700 рублей стоит один налог на 1 квадратный метр, вернее, 25, да? 25 тысяч рублей за метр квадратный получается. И 2,7... Пожалуйста, прокомментируйте, да, вот эту ситуацию. Здесь мы видим сейчас сравнение результатов кадастровой оценки и прошлой инвентаризационной оценки. То есть если в среднем инвентаризационная оценка объектов недвижимости по краю была 2700 рублей за квадратный метр, ну, чтобы мы понимаем, конечно, неадекватно, ну, нет на рынке таких цифр, то средняя кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет 25 тысяч квадратный метр. Чем вызвана, как раз, эта разница? Инвентаризационная стоимость считалась по сборникам 69-го года, 1969-го года. Ну, конечно, к ней применялись какие-то индексы, но так или иначе она не отображала рыночную ситуацию. А кадастровая стоимость, она все-таки более приближена, как вот уже сказал и представитель Министерства финансов, она более приближена к рыночной. Да, она ей не соответствует зачастую. Ну, надо понимать, что кадастровая стоимость определяется методами массовой оценки. Она не учитывает какие-то индивидуальные особенности объекта. Ну, а индивидуальные особенности и рыночную все-таки ситуацию как-то. Ну, по крайней мере, она больше отражает рыночную ситуацию. Хотя, конечно, там и к действующим результатам кадастровой стоимости, ну, много вопросов возникает. Да, спасибо большое. Вот давайте мы посмотрим еще один пример, приведем. Однокомнатная квартира, к примеру, в Болочном доме постройки 2007 года. Взяли квартиру в Краснодаре, реальную совершенно квартиру в Краснодаре по улице Ставропольской. В 2017 году, то есть за прошлый год, за 2016, сумма налога 674 рубля. И в 2018 владелец этой квартиры за 2017 год, то есть за этот год, будет платить уже 730, ну, почти 731 тысячу рублей. Вот как выглядят пока к этому моменту цифры. И давайте продолжим. Почему там рубля? Нет, это в рублях было. Это в рублях было, да. Я так понимаю. Но это как раз прекрасный пример того, что не надо, опасаясь высокой кадастровой стоимости, ждать зачастую высокого роста налоговой нагрузки. То есть здесь играют роль имущественные, на налоговые вычеты, которые сейчас больше, чем были раньше. Вот эти переходный период, который дает не больше 20% роста и меньший размер налоговых ставок. Вследствие чего, несмотря на где-то более высокую кадастровую стоимость, сама налоговая нагрузка не возрастет в десятки раз. Ну вот о налоговых вычетах вы сказали, то есть о льготах. Как выглядит, какая там, там вычитается какая-то площадь по категориям? Да, налоговый вычет предусматривается из общей площади, вычитается за комнату 10 квадратных метров, за квартиру 20 квадратных метров и за жилой дом 50 квадратных метров. То есть из общей площади своего имущества недвижимого вы вычитаете и, соответственно, расчет уже налога происходит за вычетом данных, ну, от стоимости объекта уже за вычетом данных квадратных метров. С оставшихся квадратных метров. То есть не полностью. В том случае, допустим, если у вас домовладение в сельском местности, обычно это маленькие жилые дома, то есть налог в данном случае у вас даже гораздо уменьшится, чем в данный период. Вот сейчас, Анна Васильевна, мне сказали о том, что есть звонок от телезрительницы, жительницы краевого центра. Дарья, по-моему, да, зовут? Дарья, вы на связи? Добрый вечер, я на связи. Да, пожалуйста, кому вы хотите задать вопрос? Ну, наверное, представителю налоговой инспекции. Пожалуйста, пожалуйста, да. Дело в том, что мне уже три года не приходит никакое налоговое уведомление, ну, то есть, чтобы я заплатила налоги. Я вот в 2014 году оформила квартиру в собственности, и до сих пор мне ничего не приходит. Вот я и хочу спросить, нужно бежать куда-то, паниковать, либо просто расслабиться и ждать, когда придет квитанция? Спасибо за вопрос, Дарья. А вы пользуетесь интернет-сервисами, то есть вы в курсе того, что объект данный имеется ли в базах налоговых органов? Вы знаете, нет, налоговый, вернее, у меня есть в базе земельный участок, он есть, а квартиры нет. А это вы видите, исходя из... Налоговый кабинет мой. Личный кабинет налогоплательщика. Ну, оставьте, пожалуйста, обращение, вы как пользователь личного кабинета, я думаю, что знаете уже, что можно оставить обращение, то есть, что у вас имеется недвижимое имущество, укажите характеристики, которые у вас имеются, и при исчислении налогов в следующем году данный объект будет уже предусмотрен, будет учтен. Можно здесь добавить? Да, да, конечно, конечно. Возможно, такая ситуация довольно типична, особенно для Краснодара и для многих районов. Чем она вызвана? Если мы говорим о квартире свежих годов постройки, ну, то есть, там, год, два, три после 2013 года, то у этих квартир просто нет инвентаризационной стоимости, потому что инвентаризационную стоимость рассчитывали только до 2013 года. Это, кстати, и было одной из основных причин, в том числе, введение налога на имущество от кадастровой стоимости. С 2013 года у большого блока квартир отсутствовала инвентаризационная стоимость, соответственно, отсутствовала налогооблагаемая база. При этом кадастровая стоимость есть у любого объекта, поставленного на учет. Поэтому введение налога от кадастровой стоимости как раз-таки вовлечет в налоговый оборот, скажем так, вот как раз свежие. Спасибо огромное. Мы продолжим разговор на эту тему, в частности, поговорим об объектах коммерческого назначения, ну, и другие аспекты этой проблемы. Затронем далее в программе, а сейчас пока давайте уйдем на рекламу. Это ток-шоу «Через край». Мы продолжим, мы сегодня говорим об изменениях в налогообложении для физических лиц, говорим о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Давайте продолжим этот разговор. И, собственно говоря, сейчас перейдем к объектам коммерческой недвижимости. Вот там имеются свои особенности при налогообложении. В целом, давайте следующую часть передачи посвятим именно этой теме. Тут много любопытных моментов, и есть о чем поговорить. Но прежде всего, что это за объекты, какие объекты попадают в эту категорию? Налоговым кодексом, кроме тех моментов, о которых мы уже говорили, предусмотрен ряд особенностей. Эти особенности касаются объектов коммерческого назначения. Это объекты административных зданий и помещений, офисы, объекты общественного питания, объекты торговли, объекты бытового обслуживания. По таким объектам предусмотрены отдельные ставки, более повышенные. Причем, вне зависимости от того, находится объект собственности юридического лица или физического лица, то есть у организации или у физлица. Перечень таких объектов формирует департамент имущественных отношений. И перечень формируется ежегодно и размещается на сайте. Так, например, перечень объектов, подлежащих такому особому режиму налогообложения в 2017 году, был утвержден в декабре прошлого года. Он доступен, в принципе, и во всех информационно-правовых системах. Также с ним можно ознакомиться и на сайте департамента имущественных отношений края. В настоящий момент происходит формирование перечня на 2018 год. Характер помещений, зданий, которые попадают в такой перечень, я уже обозначил. Прежде всего, при его формировании мы основываемся на сведениях тех, которые содержатся в технических паспетах, тех документации, в государственном кадастре недвижимости, ну и в сведениях о виде разрешенного использования земельных участках, на которых расположены такие объекты. Ну, конечно, основное, основное, это сведения государственного реестра недвижимости. Да, да. Можно у меня как раз по теме вопрос? Я в самом законе видела упоминание о том, что не только те, которые в тех паспорте, грубо говоря, написано, что это коммерческое использование, а даже там фактически используемо. И меня интересует, как будет выявляться фактическое использование коммерческое, офисное. Планируются какие-то у нас рейды? Я прошу прощения. Да, я думаю, что вы ответите не на этот вопрос, коллеги. Но прежде вот мы обратили внимание на такую, в общем, необычную, любопытную статистику в открытом доступе. Смотрите, графика. Значит, вот объекты с особым налогообложением. Что мы видим? В нашем крае их 60 тысяч. 60 тысяч. В Москве почти 33 тысячи. То есть, почти в два раза меньше. А в Санкт-Петербурге, без малого, полторы тысячи. Только в Санкт-Петербурге, только полторы тысячи. По какому принципу попадают в этот перечень объектов с особым налогообложением, объекты Краснодарского края? Для меня вот эти цифры как-то несопостоимы, непонятны. Как это можно объяснить? Если брать Москву и Санкт-Петербург, там, конечно, установлены были критерии, отдельные с законом субъекта по включению объектов в перечень. То есть, объекты там свыше 3000, допустим, в настоящий момент свыше 3000 квадратных метров. У нас с законом Краснодарского края таких ограничений не установлено. И поэтому перечень, собственно, таких объектов, он гораздо шире и больше, чем в других субъектах. Действительно, по таким объектам Краснодарский край, наверное, находится на лидирующих позициях в России. Но, опять-таки, основное это сведения государственного реестра, государственного красно-недвижимости. Ну, а теперь у вас есть удивительная, приятная возможность ответить на вопрос Веры Григорьевны. Как выявляются такие объекты, по которым фактическое использование? То есть, не только там, в законе написано, не только, которые указаны там, назначение их поменено, скажем так, изменено, но и фактически используемо. Когда начнется выявление фактического использования? Оно уже идет и идет год как. Прежде всего, нам сведения о фактическом использовании предоставляют органы местного самоуправления. Это довольно большой пласт той информации, которую они нам предоставляют. Но, кроме этого, проводятся выездные обследования. Такие обследования объектов проводят сотрудники подведомственного департамента и имущественных отношений государственного учреждения. Полномочиями наделены сотрудники Кубань земконтроля. Там создан целый отдельный отдел. Сотрудники располагаются во многих городах края, которые как раз-таки проводят осмотр, на установление фактического использования. График осмотра таких объектов регулярно, заблаговременно публикуется на сайте департамента имущественных отношений. Кроме того, всем правообладателям рассылаются уведомления по адресу нахождения объекта, потому что все-таки сведения ЕНВА госреестра недвижимости имеют ограниченный доступ, и мы зачастую не знаем правообладателя. Поэтому уведомления о проведении обследования высылаются по адресу местонахождения объекта за 5 дней до непосредственно проведения обследования, минимум за 5 дней. Сотрудники, как я сказал, уже учреждения выезжают, проводят осмотр, устанавливают факт использования такого объекта, и на основании этого использования, установленного факта, по что используется, объекты включаются в перечень. Кроме этого, такие объекты еще проходят контроль на специально созданной межведомственной комиссии в департаменте имущественных отношений, в которую вошли представители и Министерства финансов, кадастровой палаты, кратикоинвентаризации, представители трех уполновоченных по защите прав предпринимателей, двух общественных организаций. Мы постарались такую собрать комиссию, чтобы она давала независимую оценку по критериям включения объекта в перечень. На основании решения такой комиссии уже департаменту выносятся рекомендации по включению, по установлению вида фактического использования объекта для дальнейшего принятия решения о включении его в перечень. В принципе, даже после проведения обследования мы приказы об установлении фактического использования публикуем на сайте департамента, и любой правообладатель, который знает, что у него была проведена инспекция, может познакомиться с результатами ее и в течение 60 дней обжаловать это решение. Это будет уже на следующий год, правильно? Конечно. Объектов в крае очень много. 60 тысяч объектов у нас вошло в перечень, а необходимо обследовать порядка 200 тысяч объектов. Но это физически вообще возможно. Я знаю, что в отдельных регионах где-то читал, что аэрофотосъемку для этого даже используют. У нас нет такой практики? Практики нет, и по фотосъемке невозможно зачастую установить характер использования помещения. Именно поэтому обследование проводится планомерно, и перечень ежегодно пополняется новыми и новыми объектами. Если какой-то объект не попал в перечень в 2017 году, то вполне возможно, что он попадет в перечень в 2018, 2019 или в последующих годах. Я насколько поняла, что здесь возникает даже риск у физлистов. То есть бизнесом он не занимается, но у него и сокольное помещение, например. То есть сокольное тоже, по-моему, относится к этой повышенной. В этот перечень может попасть и уже облагаться по совсем другой ставке. Сейчас я хочу сказать о том, что Анна Васильевна, как представляющая систему налогообложения, пользуется у наших телезрителей в прямом эфире большой популярностью. И вновь сейчас готов звонок. Позвонила Евгения из Краснодара и тоже хочет задать вам какой-то вопрос. Пожалуйста, Евгения, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Я вот как представитель частного сектора, да, и пользуясь личным налоговым кабинетом, ну, узрел, я не знаю, правильно или неправильно, расчет налогов за 2016 год, так как мы сейчас платим за 2017, то есть в 2017 году платим за 2016 год, расчет сделан по кадастровой стоимости. А вы сказали, что применяется кадастровая стоимость только с 1 января этого года. А уже вот за 2016 год получается, что расчет сделан, нам рассчитали по кадастровой стоимости. И второй вопрос, это, значит, земельные участки, которым уже давно это эксплуатируется, около 50 лет, применена кадастровая стоимость земли из расчета на 1 января 2019 года. То есть сейчас как бы платить вперед, мы как бежим впереди паровоза, получается. Нет, в личном кабинете вы видите отображение, это вопрос по земельному налогу, вы видите отображение данных о кадастровой стоимости на 1 января 2019 года. Исчисление налога осуществлялось по данным, по состоянию на 1 января 2016 года. По поводу налога на имущество, а у вас объект находится на территории края или за пределами? В городе Краснодаре. В городе Краснодаре? Да. По улице Уральской. Дело в том, что исчисление мы осуществляли от исходя из инвентаризационной стоимости. Написано кадастровой стоимости. Подождите, а где конкретно вы это видите? Вы в самом налоговом уведомлении видите, что написано, что имущество. Мы правильно сейчас говорим про имущество? В личном кабинете. А, в личном кабинете, да. Данные отображаются о кадастровой стоимости вашего имущества. И расчет сделан на основании кадастровой стоимости. Да, точно. А само уведомление у нас налог исчисляется от инвентаризационной стоимости. Давайте так сделаем. Если есть возможность, допустим, Евгению выйти на телефонную связь с вами, и вы ему тогда все... Да, запишите номер телефона 267-10-70. Перезвоните завтра, давайте посмотрим уже более... 267-10-70. Спасибо. Евгения, вы записали, да? Спасибо. Звоните, спасибо за... Давайте конкретно уточним уже. Я думаю, что позвонив по этому номеру, вы получите исчерпывающую информацию. Ну, и еще... Можно дополнить? Да, да. Даже я могу дополнить. Пожалуйста, да, да. Вам предоставлю слово. Пожалуйста, пожалуйста. Как выявляют, и вот к проверкам, часто просто возникающие вопросы у наших граждан. Что делать, когда ко мне пришло уведомление, что ко мне придет инспектор? Вот. Какие возникают проблемы-то у людей? У нас... Не надо никуда прятаться, я так понимаю. Не, не, не надо никуда прятаться. У нас очень хорошо в край развит частный бизнес, и люди на своих участках СЖС, ЛПХ, Садоводство устраивают магазинчики небольшие, киоски и как-то пытаются работать. А забывают перевести земельный участок, установить вид разрешенного использования, соответствующий для этой деятельности. Это отдельная тема. Вот. Нет, просто это с чем могут люди столкнуться, если они не поменяют вид разрешенного использования, а сообщу, что можно установить два вида разрешенного использования. Собственник участка может выбрать, согласно из правил землепользованной застройки, основные вспомогательные виды разрешенного использования просто по заявлению, обратившись через МФЦ в кадастровую палату, и установить вид разрешенного использования, к примеру, ЖС, и если зонирование позволяет, магазины. А если он этого не сделает, инспектор придет, то он может его очень серьезно оштрафовать за это нарушение. Вроде как бы все. И что касается объектов недвижимости, тоже дом и ЖС, а на первом этаже у нас помещения коммерческие. Тоже нужно с этим что-то делать. Поэтому, как приходит вам письмо... Не всегда это технически, к сожалению, как бы... Как приходит письмо, что приходит... Ну, до письма желательно завтра посмотреть свои документы, выяснить, все ли у вас в порядке, и быстренько привести все в соответствие, дабы не пострадать материально из-за недоделок. Вот вы сказали о том, что нужно что-то с этим делать. Я хочу спросить, что делать вот с такими цифрами. Нужно, чтобы владельцы коммерческой недвижимости, наши зрители реально понимали, что ждет сведение вот кадастровой стоимости. Смотрите, возьмем, к примеру, город Армавир. Такие цифры. За коммерческую недвижимость площадью 56 квадратных метров. По инвентаризационной стоимости предприниматель платит 1088 рублей. По кадастровой он будет платить уже за этот год 2860 рублей. За 2018 год 4632 рубля. Плюс 32%. Идем далее. 109 квадратных метров по инвентаризационной 846 рублей. Далее, вот непонятная для меня цифра, 34 655 рублей за 2017 год. И 68 465 по кадастровой стоимости. Смотрите, то есть, вот такой рост просто. Значит, площадь 47 квадратных метров. Налог инвентаризационной стоимости 163 рубля. Далее, уже в 2017 год по кадастровой 15 тысяч. И далее 29 912 рублей. Тут вообще какая-то бешеная прибавка. Как это можно прокомментировать? С 1000 на 2 вообще даже не о чем разговаривать. Это просто... В нынешних реалиях год 2000 это смешно. Почему может быть, предположу, большой перепад? Это, во-первых, вид использования объекта. Там зависимость от аптеки у вас, либо что-то еще более доходное. Вот от этого кадастровая стоимость может увеличиваться в разы. К примеру, ИЖС там у вас метр будет в районе тысячи стоить. Если у вас коммерция, либо многоквартирные дома, хотя сейчас за них вообще налог не взымается, там до 30-40-50 тысяч доходит за квадратный метр. Это кадастровая стоимость. Плюс, исходя из проверки, либо другой информации, внесен объект, к примеру, в этот перечень, и у него повышены капитаты. Дело в том, что у нас значительно повысились именно для бизнеса процентные ставки на налог на имущество. И если для физлица начинается от 0,1, 0,2 и до 0,3 ограничен на жилые, то здесь поставили ограничение 2%. То есть, понимаете, фактически в 10 раз предприниматель должен платить больше, чем обычное физлицо. Ну, как бы не всегда у нас, к сожалению, предприниматель получает больше в 10 раз, чем некоторые работники. Вот. И здесь еще муниципалитеты установили свои проценты. И вот здесь, конечно, какое-то пошло немножко несоответствие. Я надеюсь, что все-таки как-то одумаются наши районы, потому что по Краснодару такой коэффициент установлен 0,5, а по сельским поселениям он установлен максимально 2. Понимаете? То есть, например, город Геленджик у нас 2, Маринская 2, то есть Абинские районы тоже там это... Знаете, о чем я сейчас подумал? Смотрите, спорный такой момент. Вот, к примеру, построил я себе такую небольшую баньку, чтобы внуки там купались, да, семья. А мне говорят, послушай, вообще это как бы коммерческий объект коммерческой недвижимости. Не может такого быть? Может быть. Очень хороший вопрос. Я сейчас на него отвечу, но можно я вернусь к процентам. Это не мой вопрос, редактор подсказал. Я понял. Значит, по процентам. Действительно, у нас есть ситуации, когда рост налогов идет в тысячи раз. Вот, как здесь был последний пример, да, на 18 тысяч процентов. Но давайте подумаем. А тот налог, который платил раньше собственник этого объекта за магазин, да, это, допустим, тогда коммерческий объект, я пока понимаю, площадью 50 квадратных метров, и налог был 500 рублей. А адекватный ли этот был налог раньше? Поэтому, когда мы переходим к каким-то разумным ставкам налога, то, естественно, могут быть и огромный рост. На прошлой неделе разбирали один жилой дом под Краснодаром площадью 300 квадратных метров. Рост был в десятки тысяч раз сумма налога. Смотрим, почему. Оказывается, до этого от инвертизационной стоимости, он за 300 квадратных метров уплачивал налог в размере 5 рублей. Ну, может ли быть такой налог? Нет, не может. А исходя из этого, и кажется, конечно, маленькие числа растут с большой скоростью. Если с 5 рублей мы поднимем там до 5 тысяч, то это будет уже тысячное увеличение налогов. Поэтому тут не стоит пугаться вот таких глобальных увеличений. В отношении той же сауны, действительно, при формировании вот этого перечня на основании ГОК недвижимости сведений могут быть ошибки. Все-таки 60 тысяч объектов – это огромный массив, который требовалось обработать. И возможны ошибки включения в перечень. У нас есть примеры с созданиями химчистки. Казалось бы, химчистка – объект бытового обслуживания. Но когда начинаем разбираться глубже, оказывается, что это химчистка РЖД, где они стирают постельное белье для вагонов. Или такой объект, как пункт питания. Казалось бы, пункт питания – это объект общепита. И он должен идти по отдельным ставкам. Вникаем глубже в техническую документацию. И оказывается, что это пункт электропитания локомотивов в депо. Трансформаторная подстанция. Хотя изначально из сведений кадастра этого не видно. Такие ошибки могут быть. Безусловно. Скажите, коротко. Нужно завершать блок. Куда и в какой период можно обратиться, чтобы исправить эти ошибки? Куда? Значит, проект перечня на очередной год мы публикуем на сайте департамента. Так, 15 сентября уже был опубликован проект перечня на следующий год. Те объекты, которые потенциально туда могут попасть. До 15 октября всем рекомендую пользователям, причем независимо от организации или физлица, ознакомиться. Если они увидят, что объект ошибочно, потенциально может попасть в перечень, он там включен, то необходимо обратиться в департамент имущественных отношений, приложить какие-то материалы, подтверждающие характер его использования. Техпаспорт, сведения. Мы обязательно проведем проверку сведений в Росреестре. Проверим техническую документацию. Если нужно, организуем дополнительное обследование этого объекта, выезд непосредственно. И такие ошибочные объекты исключим. Их уже не будет в проекте перечня на 2018 год. Но сделать это можно только до 15 октября. До 15 ноября мы проводим обработку всех этих заявлений. И в декабре выходим на утверждение. После того, как перечень уже утвержден, внесение изменений возможно только в судебном порядке. Спасибо огромное. Вынужден вас прервать. Мы продолжим разговор на эту тему. Но это произойдет через несколько минут после рекламы. Это программа «Через край» ток-шоу. И мы говорим сегодня об изменениях налогообложений для физических лиц. Мы говорим о кадастровой стоимости объекта. Кстати говоря, вот что это такое кадастровая стоимость? Много ли владеют таким понятием, знают по сути, что это такое? Вот я лично до конца не знаю и не представляю. Как и большинство тех, кто приняли участие в опросе, которые провел на улицах Краснодара наш корреспондент. Давайте посмотрим. Кадастровая оценка своей недвижимости – это узнать, сколько стоимость твоей недвижимости. Стоимость примерная, которая идет на счет участка, который весь входит по количеству, размеру. Я недавно продавал свой дом в пригороде. Я был заинтересован, какую мне кадастровую стоимость вынесут. Но опять же таки, сегодня покупатель не по кадастровой стоимости покупает дом. А намного старается удешевить, цену снизить. То, что кадастр выставляет, это ни о чем. Но она, конечно, нужна для того, чтобы налоги взыскивать, как положено. Не взыскивать, а чтобы люди платили налоги, чтобы было по справедливости. Я абсолютно с этим согласен. Но просто пересмотреть надо ее. Я думаю, что это нужно государству, для того, чтобы получать налоги. Чем больше, тем лучше для государства. Кадастровая оценка стоимости, вероятнее всего, это насколько мою недвижимость оценивает государство. Нет, не сталкивался с этим. Это как паспорт на квартиру. Нет, это земля. Кадастровая – это на землю. Вот такие сомнения, недосказанности, порой непонимания. Спроси у меня, я же говорю, то же самое сказал бы примерно. Для того, чтобы разъяснить и расставить, собственно, все профессиональные аргументированности точки над «и», к нам присоединились сейчас и пришли в студию Василий Криллович Кихаев, заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Краснодарскому краю. Я руководитель Росреестра. Росреестра? По Краснодарскому краю. Спасибо за поправочку, Василий Криллович. И спасибо за то, что нашли время прийти в этот вечерний час к нам в студию. И Александр Юрьевич Беклемешев, заместитель директора, оценщик первой категории, судебный эксперт группы компании «Эксперт». Добрый вечер и спасибо. Все-таки кадастровая стоимость, что это? Как это звучит профессионально и доходчиво для рядового обывателя? Прошу. Отвечу я, наверное. Кадастровая стоимость, как уже говорилось ранее, это рыночная стоимость, определенная методами массовой оценки. То есть, когда рыночная стоимость определяется по большому количеству объектов очень приблизительно и укропненно. То есть, может быть, она и не учитывает какие-то индивидуальные особенности каждого конкретного объекта, но она в определенном месте, в определенном районе города или какого-то населенного пункта формируется некая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра, без учета каких-то, может быть, индивидуальных характеристик каждого объекта. То есть, неважно, какой ремонт, как там все дорого ли сделано, она может быть после ремонта, может быть, в сто лет ремонта. Действительно, да. То есть, это может быть не всегда учитываться, поэтому, конечно, иногда рыночная стоимость соответствует кадастровая, иногда не соответствует по причине, опять же, да, вы правильно сказали, какое-то качество отделочных работ, да, какого-то состояния объекта, которое редко можно учесть именно при массовой оценке объектов недвижимости. Вот в системе кадастровой недвижимости были проблемы, я знаю, что, в общем, всерьез беспокоило владельцев недвижимости. Кто проводил до этого оценку и в чем, собственно, проблема, Василий Калилович? Вадим Андреевич здесь лучше, наверное, ответит, потому что данная деятельность была непосредственно заказана департаментами общественных отношений, они выступали в роли заказчика. Далее проводились определенные торги, и в результате определялся непосредственно исполнитель, который занимался данной деятельностью. Ну и в результате, естественно, этой деятельности уже непосредственно департаментами общественных отношений, они принимали решение и утверждали данные расчеты. Поэтому, я думаю, Вадим Олегович... Да, здесь я, наверное, дополню. В целом, кадастровую оценку до 2017 года у нас определяли независимые оценщики, отобранные на конкурсной основе. Как правило, даже эта конкурсная основа заключалась в аукционе. То есть, грубо говоря, кто из оценщиков предложит меньшую стоимость. В итоге зачастую победителями таких аукционов становились оценщики, которые находятся даже не в Краснодарском крае, а где-то за пределами. Практически все, если говорить, допустим, о земельных участках, оценщики были в других субъектах, из других субъектов Российской Федерации. Ту же оценку объектов недвижимости проводили специалисты из Москвы. Есть масса в этом проблем. И эти проблемы носили систематический характер не только в крае, а по всей России для проведения оценки, естественно, выделяются какие-то бюджетные деньги. Прошу прощения, а вот какую-то из проблем в этой части хочет озвучить наш телезритель. Валерий Дмитриевич из Кущевского района нам позвонил. Давайте сейчас дадим ему слово, а потом продолжим. Валерий Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я живу в Кучевский наем, в Кутер-Свитарянке. Значит, у нас на Кутере живет няя и бояшка. И у меня оценили земляный участок 50 соток. Один номер 187 тысяч. У меня из два цивилизации только свет. Ни машина, у меня нет дороги, у меня нет тротуара, ничего. И мне оценили земляный участок. Они что, избивают? Я не видел ни катастрофных инженеров, ни кого я не видел. Вот что у нас тут. Ну что же они делают? И это что, я платил 400 рублей налога, а теперь у меня 2900 налогов. И мне рассказывали, что катастрофные инженеры наняли контролю. Среди подпольники, больницы. Не надо же такое делать. Спасибо. Спасибо большое. Мы услышали вашу проблему. И сейчас гости студии каким-то образом ответят, прокомментируют. Ну, я прокомментирую и отвечу, что делать в этой ситуации. Конечно, 50 квадратных метров, несколько миллионов, если это участок сельхозназначения, как вот говорил собственник, это явно какая-то ошибка. Здесь нужно обратиться в департамент, представив кадастровый номер, мы обязательно проверим, что произошло. Возможно, там была какая-то ошибка, если эта ошибка может быть устранена рядом способов. Ну, о способах устранения чуть позже. Из-за чего это получилось? Вот я как раз начал говорить о том, что отобранные оценщики проводят оценку. Когда проводится конкурс, аукцион на результаты, на победителя мы выходим где-то уже в мае, в июне. Оценка проводится на постоянное 1 января. Что может сделать оценщик из другого региона на дату полгода ранее, не имея ни баз по Краснодарскому краю, баз недвижимости, не зная рынка, не обладая какой-то накопленной информацией об объектах. И эта проблема была, она в целом носила общероссийский характер. В следствии чего и результаты оценки, которые проводились в сжатые сроки, они не всегда были адекватны. При этом тот отчет, который предоставляют оценщики, по сути, ни у Росреестра, ни у Департамента имущественных отношений нет влияния на таких оценщиков. У нас оценщики являются независимыми. То есть они представляют результаты своей оценки в органы власти. И органы власти при наличии с экспертным заключением из саморегулируемой организации, членом которой они являются, должны утвердить эти результаты. При этом проверка отчетов также проводилась по формальным признакам. А у органов власти нет выбора какого-то влияния. И все вот это вызывало зачастую вот такие ошибки и некорректные результаты. Один из примеров такой ошибки, посмотрите, какие любопытные вещи. Вот есть хутор Украинский в Испенском районе. Была проведена оценка, я не знаю уж куда этот оценщик смотрел и как это все производилось. Есть жилой дом, который оценен, вернее его один квадратный метр стоит 16901 рубль и 47 копеек, чтобы быть точно. А вот смотрите, а вот нежилое рядышком какое-то там нежилое такое здание, сарайчик какой-то, 33 490 рублей 2 копейки. Нормально, в два раза дороже все это происходит. Должен к нам сейчас в прямом эфире подключиться еще один эксперт. И я сейчас, редактор дозванивается в Москву, чтобы переговорить и чтобы мы услышали его точку зрения. Ну а пока давайте продолжим наш разговор и поговорим еще о том, какие изменения все-таки грядут для владельцев помещений, для владельцев недвижимости. Может быть какие-то аспекты мы сегодня еще не затронули и вы как профессионалы мне подскажете и дополните эту информацию. Я могу дополнить важную информацию для наших жителей. Ну тот же самый личный кабинет налогоплательщика, к примеру, вы зашли на ресурс и увидели не одну квартиру у себя в собственности, на которую налог вам рассчитали, а две, три или более. Что в этом случае делать? А характеристики и адрес совпадают, к примеру. Да, была проблема, когда произошло слияние нескольких информационных ресурсов. Это происходило на протяжении последних 10 лет. Из разных источников поступала информация в кадастр и возникали случаи, когда создавались двойники на объекты недвижимости. Эта информация, естественно, поступила в налоговый орган. В случае, если вы видите два кадастровых номера, в этом случае необходимо написать, зайти на сайт кадастр.ру, рубрику «Обращение граждан» и в электронном виде написать свое обращение с просьбой устранить двойной кадастровый учет. Если у вас нет подключения к ресурсу, то письменное обращение на имя директора кадастровой палаты с тем же вопросом, что получили уведомления с двумя объектами, приведите в соответствие. Спасибо большое. Я хочу сейчас подключить к разговору Никиту Власова, вот эксперт программы. Он москвич, занимается этой проблематикой в столице, где ранее были введены эти налоговые изменения. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос вот какой. Мы сегодня говорим в том числе и о проблеме, как оспорить кадастровую оценку и как это сделать юридически правильно. Да. Готов вам полностью рассказать весь этот процесс. Да-да, как для юридических лиц, так и для физических. Смотрите, в принципе ситуация простая, она несложная, если в ней хорошо разобраться. У нас сегодня юридические и физические лица, которые являются собственниками недвижимого имущества, например, квартир или земельных участков, имеют возможность оспорить кадастровую стоимость в тех случаях, когда она была завышена, и создает для них повышенное налоговое бремя. Физические лица и юридические лица имеют возможность оспорить такую кадастровую стоимость в комиссии при Росреестре или в суде. При этом физические лица могут обратиться как в комиссию, так и в суд, а юридические лица, они должны предварительно обратиться в комиссию и уже только в случае отказа имеют возможность обратиться в суд. То есть для юридических лиц процедура немного сложнее. Тем не менее, чтобы обратиться в комиссию, необходимо подготовить письменное заявление, требование к порядку которого у нас установлено в статье 24.18. И очень важно к этому заявлению приложить отчет об оценке. Для того, чтобы сделать отчет об оценке, собственник имущества обращается к профессиональному оценщику, заключает письменный договор на проведение оценки, предоставляет такому оценщику правоустанавливающие документы на его имущество, разрешает ему провести осмотр его имущества. Профессиональный оценщик изучает эти документы, анализирует рынок и составляет отчет об оценке, который предоставляется в комиссию. Спасибо, Никита Власов, эксперт программы, дал нам весьма любопытную информацию, за что мы ему очень благодарны. И с этим уйдем на блок рекламы. Ток-шоу «Через край» мы продолжаем. И к нам в студии присоединился Александр Александрович Козырев, заместитель директора Краевого БТИ. Добрый вечер, спасибо за то, что нашли время и побывать в нашей студии. Давайте сразу мы затронем вот какую тему, которая доселе еще не звучала сегодня. Об оценке недвижимости, как происходит сейчас этот весь процесс и что изменится в связи с введением кадастровой цены. Принципиально новый подход к определению кадастровой стоимости с 2018 года. В этом году субъектам Краснодарским краем принято решение о переходе к определению кадастровой стоимости силами бюджетного учреждения. 21 сентября подписан приказ Департамента имущественных отношений. И в следующем году мы приступаем к оценке земель лесного водного фонда, а также объектов капитального строительства. Это здания, помещения, объекты, незавершенные строительством и машиноместа. В чем принципиальное отличие? Вводится такой этап, как сбор и обработка информации, необходимой для кадастровой оценки. Это очень важный этап. На этот этап у нас отводится по закону год. В течение года мы должны работать с объектами оценки. Объектами оценки являются сведения, которые содержатся у нас в кадастре недвижимости. На сегодняшний день мы видим, что эти сведения требуют уточнения. Приведу цифры. В следующем году мы будем оценивать около 3 миллионов объектов капстроительства. Из них миллион объектов – это здания, у которых отсутствует год завершения строительства, либо год ввода в эксплуатацию. Эта характеристика напрямую влияет на величину итоговой кадастровой стоимости. Пример был в предыдущем блоке – сарай и жилой дом, и разница в два раза в стоимости. Эта характеристика – материал стен тоже сильно влияет на величину кадастровой стоимости. И по нашим предварительным данным… Сарай был сделан из более дорогих материалов, чем жилая… Сейчас поясню, в чем проблема. Анализируя сведения о кадастре, мы видим конкретные материалы стен. Кирпич, деревянные, железобетонные, саманные и прочие материалы. Прочие материалы оцениваются по средним показателям. Такой принцип оценки. Следующая характеристика – это этажность для зданий, тоже важная. В том числе подземная. Площадь объектов. Опять привожу пример. В кадастре живой дом, площадь – один квадратный метр. Естественно, есть другой пример. Площадь сарая – 12,5 тысяч гектар. Вы представляете? Площадь сарая – 12? 12,5 тысяч гектар. Так это очень хороший сарай, слушайте. Вот эти ошибки, конечно, в рамках подготовительного этапа максимально должны быть устранены, уточнены характеристики объектов недвижимости. Из прочих материалов нам надо понимать конкретно. Кирпич, бетон, либо иные какие-то материалы конкретные. Важен год постройки, чтобы учитывать износ этого объекта. Это те характеристики, которые на сегодняшний день содержатся в кадастре. Плюс при оценке будет учитываться также покрытие. Мы тоже слышали вопрос, дороги нет к объекту. Это все заложено в новой методике оценки. Асфальтированное покрытие, грунтовое, гравийное. В рамках этого этапа подготовительного мы должны уточнить максимальную информацию, наличие коммуникации объекта, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и так далее. Мы сегодня говорим о проблемах, в большей степени связанных с обсуждаемой темой. И все согласятся со мной, что основа ключевая из них это завышение кадастровой стоимости. И давайте поговорим о том, как исключить подобные ситуации, чтобы звонка, похожего на Кущевский, сегодня в программе, звонков было меньше. Спасибо. Вот хочется вернуться как раз к тому заявителю, который нам дозвонился из Кущевки и выражал, скажем так, эмоционально ту проблематику, которая на сегодняшний день коснулась непосредственно его. Вот показывали предыдущие ролики. В этом ролике были опрошены наши граждане. Некоторые говорили о том, что они даже не знают, что это такое кадастровая стоимость и как она применяется, как она на них может воздействовать. А я скажу, что на сегодняшний день мы все должны понимать, что кадастровая стоимость каждого объекта, она будет влиять, естественно, на каждого, на каждого гражданина. Вот в этой ситуации, обращаясь еще раз по этому звонку, хочется сказать, что да, много таких проблем. Мы сегодня рассматриваем, у нас за месяц порядка 150 обращений, причем обращения делятся на категории для разъяснения. В данном случае, что делать с такой кадастровой стоимостью, потому что налоговая база будет, естественно, увеличиваться. А с другой стороны, это жалобы, когда люди возмущаются, не понимают, и также эмоционально они приходят и пытаются понять, что же делать с этим. Вот хочется сказать о том, что как раз тот эксперт выступал, и у нас есть возможность обжалования это в комиссии и в суде. Но есть немножечко маленькая проблема, которая на самом деле, она очень актуальна, и она является большой проблемой в том, что вот сегодня занимается у нас организация, вот Александр Александрович, АБТИ, они занимаются переоценкой, очередной оценкой. Но немножко срок упущен, потому что прошло 5 лет. Что же делать на протяжении этого года, когда завышенная налоговая ставка, она будет идти и, скажем так, оспорить ее будет определенная проблема, кадастровую стоимость. Поэтому на сегодняшний день хочется немножечко успокоить наших граждан. В этом отношении работа тоже ведется. Вот непосредственно с Департаментом имущественных отношений мы проводили рабочие совещания. Есть определенное предложение, чтобы, может быть, за счет коэффициента налогового, то, чем должны у нас заниматься, я считаю, муниципальные органы власти, применимо каждому объекту в своих муниципалитетах, нужно обратить внимание на то, какой все-таки устанавливать к тому или иному кадастровому кварталу коэффициент. Может быть, таким путем мы сможем вот этот год перекрыть, чтобы наши граждане не страдали. Это, наверное, очень важно. Кадастровая стоимость недвижимости волнует Людмилу Владимировну из Краснодара, которая к нам сейчас позвонила в студию. Давайте послушаем. Людмила Владимировна, добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Людмила Владимировна, добрый вечер. Людмила Владимировна, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Кому он адресован? Давайте послушаем. Людмила Владимировна, добрый вечер. Я так понимаю, что нет пока связи. Хорошо, давайте вот в завершающей части этой программы. Сейчас, если Людмила Владимировна позвонит, конечно, мы еще раз мы ей слово дадим. Но все-таки завершим теми мерами, которые предпринимаются в различных аспектах этой темы по предотвращению и недопущению ошибок, о которых сегодня шла речь. Прежде всего, как я уже говорил, в основе всего лежит кадастр. В государственном кадастре недвижимости, как уже приводили примеры, есть ошибки, так и есть недостаточные исходные данные. Просто данных у оценщиков будет недостаточно для проведения качественной оценки. Потому что оценщики могут не знать ни о материале стен, ни о годе постройки здания. Соответственно, оценка может получиться некорректной, новая оценка. В избежании таких моментов законом предусмотрена подача деклараций собственников об объекте недвижимости. То есть каждый собственник может посмотреть свои характеристики объекта, если увидит, что их недостаточно для качественной оценки, подать в созданное государственное бюджетное учреждение, в крайних инвентаризацию, необходимую декларацию с характеристиками для правильного учета, для правильного расчета стоимости. Форма декларации, она есть и на сайте учреждения, насколько я понимаю, так и организуется прием в территориальных отделах. Может, здесь, Александр Александрович, еще более подробно. Я вынужден принести свои извинения и все-таки с уважением отнестись к Людмиле Владимировне из Краснодара, которая нам все же дозвонилась. Пожалуйста, добрый вечер. Кому адресован ваш вопрос? Озвучьте его. Добрый вечер. Меня слышно? Да, да. Добрый вечер. Я, во-первых, благодарю вас за то, что вы затронули такую очень интересную тему, которая, в общем-то, я думаю, интересна не только мне, но и большинству людей, потому что все являются владельцами какого-то имущества. У меня такой вот конкретный вопрос. У меня родственница имеет две квартиры. Одна квартира 42 квадратных метра, вторая квартира 60 квадратных метров. При этом ей пришло письмо счастья по налогу на имущество физических лиц. По инвентаризационной стоимости та квартира, которая 42 метра, оценена в миллион тридцать тысяч семьсот пятьдесят три. Тогда как 60-метровая квартира оценена в триста двенадцать тысяч. При этом я звонила в налоговую инспекцию, и мне сказали, что индекс дефлятор, или как он, может быть, он не так называется, ну, короче говоря, коэффициент, учитывающий инфляцию, составил по перерасчету, составил один запятая триста двадцать девять. То есть предполагается, что у нас с шестнадцатого по семнадцатый год инфляция тридцать два и девять десятых процента на недвижимость. В этой связи у меня вопрос. Во-первых, куда она должна обратиться, чтобы вот эту стоимость, по ее мнению, совершенно неправильную для двухкомнатной квартиры сорок два квадратных метра, по инвентаризационной, вот вы сейчас рассматриваете кадастровую стоимость, а у нее инвентаризационная. Куда можно обратиться, во-первых? И во-вторых, на каком основании такой индекс дефлятор избрали? Что легло в основу его формирования? Тридцать два и девять десятых... Людмила Владимировна, спасибо. Вопросы понятны. У нас остается мало времени. Я попрошу так лаконичный ответ, чтобы прозвучал ответ на этот вопрос. Пожалуйста, кто готов? Да, пожалуйста. Инвентаризационная стоимость у нас считалась, бы ты и считала, и считает эту стоимость сейчас. Она не применяется уже для целей налоговложения. В ценах 2004 года коэффициенты дефлятора установлены приказом Минэкономразвития. Поэтому базовая величина стоимости это 2004 и плюс коэффициенты дефлятора. Надо посмотреть, проверить, наверное, в налоговой, почему такая разница в этом году. Если в прошлом году базовая величина в последний раз стоимость инвентаризационная передавалась на 1 января 2013 года. Кому следует обратиться, Людмила Владимировна? В какую инстанцию? Наверное, в налоговую. В налоговую инспекцию, Людмила Владимировна. Думаю, что вы это услышали. Спасибо большое. Но так часто бывает, что в подобных проблемах налоговая отсылает в другие инстанции. Надеюсь, что в случае с Людмилой Владимировной и с ее квартирами, о которых шла речь, этого не произойдет. Ну что ж, давайте вкратце я дам сейчас слово каждому из вас для того, чтобы подвести итог сегодняшнего разговора и в паре фраз буквально высказать, каким-то образом резюмировать сегодняшнюю нашу беседу. Коллеги, изменения в налогообложении федеральные мы не учитывать не можем. Поэтому нужно как-то действовать в рамках существующего уже законного и правового поля. Мы стараемся предпринять меры, чтобы была адекватная налоговая нагрузка, избежать высокого роста налоговой нагрузки. Если касаться тех тем, которые мы обсуждали, перечни, то, пожалуйста, еще раз хочется обратить внимание, чтобы собственники объектов недвижимости ознакомились с перечнем коммерческих объектов на сайте департамента и в случае обнаружения ошибочных данных обратились в департамент имущественных отношений Красноярского края. Пожалуйста, вам слово. Я хотел сказать, что действительно сейчас происходит переходный период. Это новая для нашей страны, для наших граждан система налогообложения. И надо понимать, что возникают, конечно, иногда и технические ошибки в определении кадастровой стоимости. Но надо отметить, что будет формироваться новая какая-то возможность определения цены. И у граждан всегда есть возможность оспорить эту кадастровую стоимость и уточнить технические ошибки через суд или через комиссию при Росреестре. Спасибо. Спасибо вам огромное за участие в передаче и за подробные ответы, которые, надеюсь, были очень полезными нашим телезрителям, которые были эти полтора часа у экранов. Я с гостями прощаюсь, с телезрителями нет, потому что буквально через несколько минут еще появлюсь в этой студии для того, чтобы подвести итоги нашего соцопроса. Спасибо большое. Всего вам доброго. В программе «Через край» сегодня мы говорили о кадастровой оценке недвижимости, об изменениях в налоговом обложении физических лиц. И вначале я напомню о том, что мы спросили у телезрителей, знаете ли вы кадастровую стоимость своей недвижимости? Больше всего 43% ответили нет, не знаю. Но остальные ответы вы видите на экране. Я думаю, что после сегодняшней передачи тех, кто не знает, уже стало гораздо меньше, а значит мы в какой-то степени выполнили свою задачу. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok